Река течет, жизнь кипит, бандитка строит свою империю. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и да, начинаем опрокидывать и да, опрокидывать наших врагов. Здесь вновь автобовность не верит, поэтому... Ну как, он верит в данную ситуацию, но слишком большие потери рисует, так что придется сразиться лично. Здесь лучше размотать противника собственноручно. Битва ждет нас! Начинается новый цикл. И нам следует решительнее взяться за дело. Ой, как решительно возьмемся. Сейчас так решительно возьмемся. Прям решительнее некуда. Но меня все ровно беспокоит тот момент, что у нас нет в запасе персонажей. Вперед! Никого не щадите! В идеале я обычно старался держать хотя бы одного бойца, там, каждого класса, каждого цвета, скажем так, да, на случай смерти, чтобы не потерять какие-то дружины и не отдавать, вот как получилось в итоге, дружину боевого красного полководца, красногвардейца под командование стратегом. Ну, такое себе согласен. Хотя подождите, вот здесь у нас получается лес есть, и мы сможем отсюда ударить. Наверное, лучше отсюда уйти. И тогда поставим кавалерию всю, целиком и полностью. А нападать, значит, с собой отсюда. На вылазку они вряд ли отважатся. Ну, если вдруг отважатся даже на вылазку, ну, что их здесь ждет, правильно? Кроме, ну, разгрома полнейшего просто. Ламина Манану. Так, и арбалетчики на этом фланге. Дальше наших бойцов поставим и погнали. Ждемс. Не стрелять. Пару залпов вот сюда. Хотя, 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 хотя. Давай вот сюда. Раз вы не особо горите желанием стрелять сейчас. Приготовить топоры. Мы можем и сжечь-то эти вышки. Но, в принципе... По большому счету, кто нас остановит здесь, правильно? Постройка, 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 пристройка. Ждемс. Стрелков здесь очень много, поэтому кавалерия пригодится. Спалить тут у нас получится, я думаю, и эту вышку. Они еще... Идеально прям... Без нарекания. Уф, что за фейерверк устроили. Так... Давай пару залпов вот сюда. Устроим так же небольшой пожар. Чтоб спалить и эту вышку. С данной. Ну, тут все равно при проходе будет еще работать по нам вышечка. Но это куда проще. Это куда... Все равно меньше... Проблем. Там лучники уже задрожали. А ну-ка. А если мы все-таки фаер-шоу продолжим? Вражеские солдаты удирают. Они просто увидели, что на них уже наводятся. Проводим воспитательную работу. Огонь! Огонь побеждает врагов. Смотрите. Неприятель показал спину. Молодушные мерзавцы! Ура! Перекрыть выходы. Артиллерия просто бомбически здесь залетела сейчас. Даже туман их не спасет. Сиреневый этот. Тут прям бойня началась. Просто посмотрите, какое количество фонариков. Все пытаются сбежать. Просто столпотворение какое-то. И победа. Причем, блин, надо... До того, как снаряды упали. Победу было объявить, потому что там могли по-своим сейчас зарядить. Половину поселения выжгли. Зашли с огоньком, как, в принципе, любят. Но, опять же, какие потери, да? Вот о каких потерях шла речь. Да, здесь много лучников. Да, много. Ну, у меня не было сомнений, что мы победили. Но какое преимущество у нас? Какое лютейшее у нас преимущество, а его даже не учитывают. Купили красное поселение. Мы возьмем его. Возьмем его. Вылагаясь на интуицию. Чёрный рынок. Чёрный рынок. Чёрный рынок. И построим его здесь. Что у нас там? Глава разбойников. И когда будешь уже императрицей? В конце концов. Сколько можно ждать? Уже достаточно большие владения. Уже можно себя объявлять империей. Не только подпольной. Ну, а здесь идём через засаду. Даже если засада не сработает, в принципе, вот эта мочалка имеет много хороших боевых полководцев. Плюс сын его здоровенький такой. Разовощекий. Они каждый раз попадаются. Они каждый раз попадаются. Но 25. Шанс на успех засады. Берегитесь засады. Я в полной мере освоила искусство засады. Молодец. Ради гармонии. И теперь мы попытаемся эту самую засаду. Или даже лучше. Сейчас не время. Этот путь ведёт к хаосу. Ну, какому нафиг хаосу мы... Ладно. Хотел назад её оттащить, но... Упрямая попалась. Упрямая. Так, аньпинь. Так, аньпинь. Аньпинь, аньпинь. Чё тебе не нравится? Ожидается восстание. Да, по нулям всё. Ну, ожидается то, что здесь прирост сейчас. Возможно. Но данные бойцы уже не будут восстанавливать свою численность. Поэтому пока мы по-прежнему верим в наших... Ещё одна дружина, это... Конечно. Это плохо. Так. Хэй. Уэй. Хэй, хэй, бэхэй. А наши бандюганы-то любят, бэхэй. Здесь ничего не трогаем. Здесь... Продолжаем немножечко. Капелюшечки разве... Хотя доход... На коммерции только... Ну ладно, пусть покупает. Хоть какая-то будет движуха в любом случае. Построили, обустроили. Развиваться дальше не может. Поддержание пехоты с копьями. Лучников мы взяли. Доход от разбоя. Стоимость пеших копейщиков. Вот доход от разбой. Потому что даже... Пятнашка. Пятнашечка. Заверните, пожалуйста. Её нам... Ммм... 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 Словно специально дожидаем. Но интересный вариант переговоров сейчас. Может у нас сложиться такая любопытнейшая ситуация. Потребуем с него дань. И предложим уже факт о ненападении. Смотрите, готов. Что право прохода армии в меньшей степени. Пакт о ненападении его интересует. И денег мы не можем предложить. А вот еды единичку. Почему бы и нет? По идее он будет неплохо нам взгревать. Разумное предложение. То есть он будет достаточно много нам прям взгревать. И проверим. Сколько? 22 тысячи. Джун отдает в нашу казну. А это на секундочку мы... Как бы лишь часть его дохода забираем. На секундочку. Матэн, во. Матэн, матэн, давай. Мне нравится. Вот мысли твоих. Работаем. Матэн сейчас наш один из основных соперников. Вот тот самый шпионома. Ясный ум, терпение и вероломство. Но стремление к повышению достаточно большое, да? Но не для этого оно нам нужно. Давайте будем честны. Единственное, я бы поддержал на самом деле довольство этого персонажа, чтобы она не свалила. И это была тема. Вот поддержать лояльность, да? Но тут полтос на следующий ход, если что будет. Попробуем, рискнем, если на нас не нападут. Потому что если не нападут, мы ее, наверное, вызволять не станем. И не сможем даже нормально вызволить. Да, ее отряд не сильно будет влиять на исход любого сражения, которое там случится. Которое там произойдет. Ну, вот оно, оно. Успешная засада. И, в принципе, матэн оказывается уничтожен. Даже, может быть, так и лучше, что мы не поймали маленькую второстепенную армию, да? Которая там была у сына. А поймали непосредственно матэн. Тогда даже она стоит перед засадой. В данной ситуации это нам позволяет это сделать. Если бы я увел ее дальше, мы бы первое, кто подошел, поймали в засаду. А так, две маленькие армии, никчемные и бесполезные сейчас, можно сказать, останутся беззащитные. Ну, тут передадим полномочия. В м-веке нам низкие рисуют. Все живы у него еще. И матэн нам лично попадает в плеен. Смотрите. Опа! Не, други! Прикиньте! Старый пес Мачау. Точнее, матэн поссорился со своим сыном Мачау. У них, по-моему, нормальные отношения были. У них не было такого. Матэн, па-де... Ну вот, па-де... Враг Мачау. На самом деле, мы можем казнить... Ну, вот интересно. Если я сейчас казню... Получается... Матэна. У него же появится негативный эффект, что... Точнее, у... А, ну да, у него... Мачау. У него появится негативный эффект, что казнили недавно его друга. Точнее, члена семьи. И плюс к отношениям за то, что мы казнили его недруга. Там... Ядрить, что за Санта-Барбара? А в этой ситуации я предлагаю казнить вот его. Они выступили против меня и должны понести кару. Заклятые враги Джинь-Дзянь. Казнить. Они сами выбрали свою судьбу. А тебя отпустить. Ну, и вот мы уже заклятые стали, потому что как только казнили вот этого первого сразу. Сразу не оценили. Прогоните их. Всегда вперед. Но шашки еще были. Отступить смогли. Но на ускорении. А в Троецарстве все-таки на ускорении потери не восполняются. Когда шуруешь. В чем на самом деле есть преимущество. Так, Янь Байху становится вассалом Юань Шау. Ну, серьезно. Батька Янь Байху. Ну, что ты... Ну, как так-то? А, ну ты ж авторитет-то. Эх, прогнулся-то. Такой авторитет. Подписывает мирный договор с Янь Байху. Ян Фэн подписывает мирный договор. Люянь. Гармоничное существование. Повышение уровня. Гармоничное. Качество получено. Безмятежность. Пополнение-то хорошо. Ну, они там безмятежно, реально сидят. Им даже заняться миромичем. Третий пришел на помощь. Бомжи. Эти вообще не восполняют потери. Уже. Ну, им... Справедливость всегда торжествует. Им даже заняться не... Я бы одного из друзей Матэна взял бы, на самом деле, себе. За китай. Полководцем. Ну, либо Мачал. Гибель в бою Шлисуньсы. Гибель в бою. Это все. Погня. Та-да. Сняты. В формате отношения прекращены. Раули. По-моему, приказу казнили родственника этой особы. Кромные обиды не прощают. Матэ. Родственника. Отношения... Так. И вместе нанесли противнику сокрушительное поражение. Защитник трех царств. Победите поражение с участием трех генералов одного типа. А, ну тут как раз стратегии у нас сплошные были, да? Че по отношениям, в общем, мочалка тут. Мочалка, мочалка, мочалка. Персонажи. Так, не Люйбу меня интересует сейчас. Джин Дзянь больше интересует. Друг. Матэн враг. Масю уже нет в живых. Мы его казнили. Иншао. Заклятые враги. Заклятые враги. Не другие. Ну вот мы бились вместе, нанесли противнику сокрушительное поражение. Подумай и действуй. Дальше. Шпион. Поддерживать лояльность я пока еще не могу твою. Она может сбежать. Оперативненько. Шпионскую сеть. Поможем пока торговцам. Алло. Будем нашу пиратскую базу торговую развивать. Мудрость направляет. Мы вообще не дотянемся, да? На этом ходу в любом случае. Мы выступаем. Ждем в засаде. Пребывайте в покое. Шанс стопроцентный сейчас. Опять засады. Только вот на тебя они не нападут. Давай будем честно. И объективно оценивать эту ситуацию. Отправляющий дунь. Повышает скорость повреждения стен. Доход от грабежа поселения, если присутствует. Так. Вероятность устроить засаду. Партизанская тактика. Скорость ночные сражения. Скорость натиска. Здесь тебе вообще ничего. Давайте в ночные сражения пойдем. Можно запасы закинуть им. Дополнительные. Хоть так. Помогает. Пусть хоть так. Уже неплохо. Себе так это мы и служим. Армия. Не особо мощная. Но. Стоит ждать. Каких-то подводных камней. И подкреплений. Поэтому. Действуем. Осторожно. Вот тут бомж. Нас похоже может. заставить. Отойти. Возможно его. Вот это вот. Территорий. Да. Гунцинзанин. А мы думали. Тебя уже нет в живых. Давай мы. Грубо говоря. Якобы мир. Подписываем. Так. Ля Оси. Ян Ле. Ты не можешь отдать. Это твой. И. Включенный. Видим. Ля Удунь. Ну да. Ля Удунь. Ему принадлежит. А вот. Дальше. поселение. Как я там. Так. Пообщаемся. Чего ты хочешь? Включаем. Это его территория. Вот здесь поселение принадлежит ему. Гарнизон. А гарнизон может его и выпотрошить в принципе. Если был бы полный, то точно. Хотя без лучников. Ну. Знаете. Нет. Без лучников. Не выпотрошит. Карнизон. Может даже придется немного назад отойти. Малеха. Муженек там вообще устроился хорошо. Федит. Джинь-дзянь. Его посадила. Фланг охранять. Он там. Жирует. И не напрягается. Пока это бизнес-вумен. Вопросы серьезные решает. На другом краю империи. По быстрым соглашениям. Матен сразу же запрашивает перемирие всего. Унижен. Осознал. Понял. 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 Как говорят. Так. Но мы можем подписать договор о ненападении с Ян Фэном. Если он нам отдаст вот это поселение. Говори быстрее. Говори. Мне. Нужен. Вот этот город. Если ты мне его отдашь, то я договор о ненападении. Так и быть с тобой подпишу. Но жаль. Еды у него пока хватает. Мы бы ему обеспечили. Это самое. Продовольствие. Да не требовать много. Право прохода меньше. Образовать коалицию он не хочет. Создать военный союз отвергает. Ну и предложить больше нечего. Только если ультиматум, но тоже сейчас ситуация такая, что ультиматум не в нашу пользу будет. Плюс еще торгует с Йон Шао, но Йон Шао ему не может товар поставлять. Скорее всего там такой торговый договор в подвижном состоянии. Не люблю я в трое царство эти договоры в подвижном состоянии. Когда фракция теряет, например, порт, через который осуществлялась эта самая торговля. Торговый договор, ну как в той же вахе, не разрывается, а просто ставится на паузу. Да, условно. Вот. И на этой самой паузе мы и заключить новый не можем. Потому что тут ограниченное количество торгового договора, который мы можем подписать. И доход не получаем. И только разрывать. Разрывать это сразу же портить отношения. С точки зрения, если сказать, если смотреть с реальной позиции, да, это имеет место быть. И это даже очень интересное решение. То есть договор подписан, да, мы не можем. И если ты нам друг, то ты не будешь сейчас тут корить нас за это. Условно. Да, получается. Так говорят. Поддержи, у нас тяжелые времена. Не разрывай с нами договор. Как только получится. Мы снова будем твоим торговым партнером. А не так, как делают всякие лицемеры. Ну, все, мы с тобой разрываем договор. Иди нафиг. Нам, в принципе, теплее сейчас вот эту подмыху нюхать. Никуда мы дальше не пойдем. Так. Служи миру. В бой! Служи миру. Продолжи осаду. Надеюсь, с двумя армиями мы уже решим. Служи миру. В бой! Пусть бурлит ярость. Хитрость побеждает грубую силу. Но здесь мы снова восстанавливаем контроль. Память о погибших. Товарища. Это место годится. Могу с безопасности. Отношения прекращены. Все. Забыты. Друзья. 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 Ой, как передружились, я смотрю, там. Прям как друиды в Балдурсгейт, в роще. Так. Жаль, тут видео не показывали. Вот у нас и горящие снаряды подъезжают. Вольно! Бойте от ярости! Мочалку. Мы можем вызволить просто шпиона. Давайте, наверное, пока не вызволять. Приходится отказаться. А чья это граница? Подожди. А, это твои, да? Владения. Осторожнее выбирай слова. Но отношение к нам не особо такое. Дружелюбное. Не, он торгует с ним. Причем сейчас нормально торгует. Даже все его территории у них по суше есть. Дороговый маршрут. Значит, лучше будет всего его тоже шатнуть. В итоге мы сейчас, Юань Шао, даже шансы не оставим на расширение. И он 100% нас предаст. Либо, ну, может, одумает. Что за гнусную ложь ты хочешь произнести? Что за гнусную ложь? Что сразу ложь? Что за гнусную ложь? Что за гнусную ложь? Военное преступление против наших друзей, с нашими врагами, казни, другие. давай я тебе с едой могу помочь такая вот добрая душа ты же прямо сейчас очень сильно кушать хочешь правильно прям заглядываешь нам в рот и практически заглатывает писать для начала пакта не нападение но дорого я столько еды мы поставлять не собираюсь да и он видите больше четырех уже оценивает в 0 5 тонну продовольствия или миску риса кому как больше нравится низко рисом оценивается очень фигово ну давайте потребуем просто выплаты ну начнем добрососедские отношения копейки дает вот просто ни к чем не копейки но такие скромные жесты дают начало великим делам вот видишь видишь какие ты сразу умные слова начал находить для общения с нами прям такой вежливый весь господин на нее мы можем напасть ладно позволять не будем первого победа считают но на основании чего считают что будет первого победа не совсем понятно да не будут ждать подкрепление это сто процентов но подкрепление не решит их всех проблем это ж никого им как за концов давай сразиться давай сразимся артиллерию придется скорее всего отсюда куда-нибудь уводить чтобы работала нормально он будет ждать подкрепление либо в лесу либо суда куда-то уйдет в принципе артиллерию поставить вот тут и начать накидывать когда подкрепление будет уже подходить вообще было бы знатно но подкрепление можно сказать так и подходит что мы если поставим артиллерию здесь начнем на накидывать им прям жестко и жесткой накидывать начнем кавалерии у меня не хватает кавалерии у меня сейчас нет лучников у него достаточно много тут перехватить стрелков ну под вышками такая себе наверное задачка да то есть можно даже сделать вот такие макару выставить бойцов здесь вышка это твою дивизию вот это фэйл сейчас вот это сейчас и пик фэйл ребятки бегом ты отказывайся дуэли на артиллерию он может мне сейчас расфигачить просто вот они мчатся уже ты совсем не умеешь маневрировать жалкая попытка жалкого вояки но пока он даже не не пытается еще я за маневр тут делаю безусловно любопытная да и мон кавалерию еще вон хрень конечно я сделал просто редкостно для эксперимента просто редкостную хрень я сморозил боже мой ладно кавалерия берет сюда нефиг нам уже сопли жевать когда я тут делов натворил таких веселых кнопочку черт меня дернул нажать на эту кнопочку значит кавалерии уже считай потеряли правильно на позиции выходим ничтожество тебе не выжить так но пока он будет уничтожать мою артиллерию тут на дуэль ну давайте этот вызов примет ты отправишься на дуэль вон с ним а вам я наверное прикажу убегать пока если у вас получится свалить ты что-то говоришь блин он кавалерию перехватывает мою я не могу я не могу себе позволить сейчас это делать врываться просто так 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 погнали за честно чем все не успеют так артиллеристы возвращаемся но для них это опасный противник конечно лучше бы сваливать выходим вперед твоя смерть не будет напрасно но не знаю не знаю мне кажется она будет очень напрасно ну давай ладно опасненько но принципе сейчас преимущество есть преимущество имеем собственно поэтому будем пробовать на косовороте у я тут прям любопытно но вся его армия разбита вся его армия уже убегает там все что осталось это полководцы и кавалерия готовится будет сделано слушайте войны давай-давай-давай подходи ты нам нужен здесь она проигрывает мощь земли оружие к бою заберитесь с тухом твои амбиции не имеют границ а что должны неприятели вкуснее нашего полководца лучше отступить но на самом деле да здесь мы сейчас ничего не сделаем проклятие вернись и дерись кошмар полководцев этот еще конечно помог так что я откажусь продолжаем продолжаем давление это бегство ничего не значит потому что даже он задрожал с нашими топорами тягаться не захотел на его вы выиграть не получилось гоняя гоняя вот этих стратегов кавалерию блин слив просто не куча необязательных потерь артиллерию даже уже подключать но он топоры его смотрите зарубили то есть без коня он хотя не на коне он успел даже на коня сесть но его топоры в любом случае тут наше за свою царицу порубали неплохо а эти швыжки тоже захватываются кстати я думал их просто обойти так чтобы они не лезли к нам на самом деле но я забыл что не захватываем но в итоге конечно не первого победа как нам обещали но интригу я устроил в итоге я добавил огонька в это сражение и артиллерия еще не так сильно пострадала кавалеретом отхватывала но это самое слабое звено джиндяй ох какая ровненькая лесополоса на границе прям вот идеально выпиленная нам не хватает у нее кавалерии объективном но заменять в принципе можно то заменять там даже пехоту саблями ту же убрать добавить еще один ответ кавалерии уже будет веселей только сильной кавалерии все равно нет бандиты в этом плане не смогут соперничать он сунь заням да и по моему мочалки хорошие всадники имеются если не память сейчас не врет вроде бы но кавалерия все-таки живая на том спасибо моя слава растет сюй 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 вот матэ нас не взлюбит а мочал взлюбит но самое главное чтоб матча у нас наверное любил до это шпион вызволить а это названный родич мочал до матэ ну давай ладно ребят пусть и пленников нужно кормить прогоните их тебя тоже буду столько задерживать нас проворство обаянием управляющий как управляющий ты фиговый а сам ладно возьмем нас я жалость а вот те казним пусть послужит примером забудьте о жалости ради великой цели от меня не скроешь но нельзя жаль словно ветер вашего и начальнику мало держать вверх в битве багнав отступающего войска неприятеля он строит засаду и истребляет еще больше врагов вот я дополнительный опыт нашей цели не ради любопытства персонажи в самом верху огляд центровая фигура центровой ты наш ну смачал пока так нормально матену уважение а вот батю недолюбливы батю что-то он прям там не любил отношения прекращены по приказу казнили родственника этой особой кровной обиды не прощают тоже кто там твой кровный родственник хотя кого-то муж съем шалка сражались по любому казни он уже забыл а говорят не прощают но он забыл и это хорошо а на этой ноте мы сегодня завершим чуть было пл не обернулся еще большей проблемкой до проблемка могла получиться очень знатно ну а тут придется сражаться скорее всего опять лично почему скорее всего нам гарнизон просто придется штурмовать как всегда искусственный интеллект не верит нас а тут еще сидит и армия с другой стороны возможно они согласятся на вылазку что штурмовать поселение с джаганат хай больно может быть даже если это джаганат х и управляет искусственители на сегодня же все друзья мои с вами был вирус и наши бандиты которые строят свою империю с царицей джинь зянь до скорой встречи всем добра пока пока